МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Знаменитая операция Багратион. Ее итогом стало полное освобождение Беларуси от фашистов, которое будем отмечать 3 июля. Вот с чем приходим к главному празднику страны? Как она готовится встретить День независимости? И какие еще поводы объединят беларусов в ближайшие дни недели? Есть важные. Анонсы не пропустите. Не забудем и про другие даты дня. Обсудим новости, сделаем прогнозы. С одного из них начнем прямо сейчас. Всем удачного дня. День, который наполнен приятными событиями, порадует овнов. Они будут касаться вашей профессиональной сферы, творчества и личной жизни. Все это позволит вам почувствовать себя уверенно и независимо. Гарантией успеха для тельцов станут энтузиазм и доверие коллег. Постарайтесь не забывать о собственных потребностях, когда будете самоотверженно работать для достижения своих целей. Звезды советуют близнецам переложить решение некоторых деловых вопросов на более опытных коллег. Разрядить напряженную рабочую обстановку вам поможет ваше чувство юмора. Размеренный день звезды подготовили для раков. Вашему любимому человеку сегодня будет с вами легко и спокойно. Добавят душевного тепла хорошие семейные отношения. Удача будет следовать за львами. Звезды советуют, прежде чем что-то купить, нужно попробовать поискать альтернативные варианты. В круговороте приятных событий постарайтесь не забывать о занятиях спортом. Девы могут рассчитывать на поддержку близкого человека. Звезды предвещают вам благоприятный день для дружеских встреч, а советы окружающих окажутся весьма полезными. Весы. Постарайтесь сегодня заняться накопившимися делами и использовать благоприятный день для коллективной работы, совместных мероприятий и активного отдыха. Скорпионам не следует принимать кардинальные решения. Если обойдете соперников, то легко добьетесь новых карьерных высот и осуществите свои амбициозные планы. С финансовыми трудностями могут столкнуться стрельцы. Звезды советуют вам не расстраиваться из-за незначительных неудач. Придерживайтесь своих принципов и не изменяйте своей мечте. Просчеты козерогов способны изменить ход событий, а общение с партнером обернется для вас разочарованием. Постарайтесь сегодня не быть категоричными в высказываниях. Звезды рекомендуют водолеям тщательно продумывать предложения, которые могут поступить от компаньонов. В остальном у вас отличный день для приема гостей, приобретения предметов роскоши и модных вещей. Рыбам придется проявить терпение. Кто-то из вашего окружения может неправильно расценить вашу деловую активность. Приготовьтесь к тому, чтобы опровергнуть мнение оппонента. Международный день рыболовства отметили на днях. Наши поздравления любителям рыбалки. Но бывает так, что люди и рыбы меняются местами в пищевой цепочке. Вот недавний случай с нападением акулы на человека в Египте шокировал многих. Да, туристы теперь ищут на карте мира курорты, на которых нет морских хищников. Хотя, мне кажется, некоторые обитатели подводные еще пострашнее акул бывают. Вот какие обитатели глубинные более опасны для людей? Мы кое-что узнали. В Красном море, на берегу которого находится Египет, живет немало акул. Эти хищники иногда появляются рядом с пляжами Шарм-эш-Шейха и Хургады. Египет занимает 12-е место в мире по количеству нападений акул на человека. Важный момент. Нападения акул – очень редкие случаи. По статистике, за последний десяток лет на пляжах Египта отдыхало более 100 миллионов туристов. И за это время акулы напали примерно на 10 человек. Причем большинство из них выжило. Акулы на пляжах Турции – редкие гости. У берегов Средиземного моря находятся популярные курорты Аланья, Анталья, Белек, Сиде и Кемер. Случаев нападения акул в этих местах практически не бывает. Хотя в море обитает более 40 видов хищных рыб. Например, смертельно опасные белые, тигровые и бычьи акулы. Однако охотятся они у рифов и на большой глубине, поэтому на людей нападают крайне редко. Еще одна популярная точка на карте туристов – Арабские Эмираты. В Персидском заливе, конечно, водится немало хищных рыб. Так, среди них встречаются смертоносные акулы – большая белая, тупорылая и тигровая. Однако случаи их нападения бывают крайне редко, поэтому опасаться нечего. Случаев нападения акул в Дубае не было, за исключением одного происшествия в 2010 году. Турист занимался серфингом, и его что-то укусило за ногу. На коже остались следы зубов, поэтому мужчина подумал, что это была акула. Однако травма была несерьезной, так что правительство Дубая опровергло версию об акуле. Здесь на берегу дежурят спасатели, а на пляжах устанавливаются сетки. Практически равна нулю вероятность стать жертвой акулы и в Абу-Даби. Лишь однажды в Персидском заливе заметили пятиметровую китовую акулу. Но бояться ее не стоит, она считается безобидной для людей. Также здесь иногда водятся опасные бычьи акулы, но туристы защищены сетками, которые протягиваются вдоль пляжей. В предпоследний день июня мы приближаемся к экватору этого лета, но, как обычно, на экваторе жарко. Из любого правила есть исключение. Первый летний месяц под конец дает нам передышечку от жары. Надолго ли? Все узнаем прямо сейчас. И узнаем, конечно же, человека, который находится недалеко от нас. Добрый вечер, уважаемые друзья. Вчера активный циклон принес в нашу страну такую ненастную погоду. Было пасмурное дожди, различные интенсивности, порывистый ветер и грозы. И также он принес понижение температуры воздуха. И также сегодня наша страна будет находиться по-прежнему во власти этого активного циклона. Поэтому в большинстве регионов прогнозируются кратковременные дожди, различные интенсивности, большая вероятность гроз. Ветер западный, серозападный, умеренный временами порывистый. А температура воздуха в разгар дня прогнозируется от плюс 18 градусов по востоку до плюс 25 градусов по западу нашей страны. И в последующие дни сохранится такая умеренно теплая, но и без кратковременных дождей не обойдется. Более подробно прямо сейчас. Итак, в пятницу прогнозируется облачная с прояснением погода. По восточной половине страны ожидаются кратковременные дожди, различные интенсивности. На остальной территории без существенных осадков. Под утро слабые туманы, видимость до километра. Ветер западный, серозападный, умеренный, временами порывистый. Поэтому, с учетом влажности и ветра, будет казаться немного холоднее. А температура воздуха в разгар дня прогнозируется от плюс 20 градусов по северо-востоку до плюс 27 градусов по Брестской области. В субботу и воскресенье, а это первые выходные июля, также без кратковременных дождей не обойдется. Погодные условия будут определять малоактивные атмосферные фронты, которые будут медленно смещаться с северо-запада на юго-восток. Облачно с прояснениями. В отдельных районах пройдут локально кратковременные грозовые дожди. А температура воздуха днем плюс 20-27 градусов тепла. И предварительно. В начале следующей недели характер погоды существенно не изменится. Но июль считается вообще-то самым жарким месяцем и самым влажным. Поэтому нас еще лето порадует жаркой и с дождями погодой. Очень хорошую новость принес. Картошку поливать не надо, свеклу поливать не надо. А я вчера слышала, как люди жаловались. Ну вот, это дождь, похолодало. Это в городе жалуются, а дачники всегда говорят, отлично, раз в неделю очень даже нужно. Мы продолжаем. Хорошие новости из сферы здравоохранения. В Беларуси впервые утвердили клинический протокол лечения детей со спинальной мышечной атрофией. Почему это важно и чем документ медикам поможет и пациентам, расскажет доцент кафедры детской неврологии Ирина Живнеронок. Доброе утро, Ирина. Здравствуйте. Доброе утро. Спинальная мышечная атрофия – это прогрессирующее заболевание. Оно очень тяжелое. И типы спинальной мышечной атрофии бывают разные. Наиболее быстро прогрессирует спинальная мышечная атрофия первого типа. И в настоящее время, на прошлой неделе, у нас впервые в Республике Беларусь вышел, то есть официально утвержден клинический протокол по оказанию медицинской помощи пациентам детского возраста со спинальной мышечной атрофией. И в этом клиническом протоколе прописан ряд позиций, которые касаются в том числе диагностики, лечения и основных позиций ухода за пациентами со спинальной мышечной атрофией. Необходимо сказать, что вся диагностика, которая проводится детям со спинальной мышечной атрофией, она осуществляется бесплатно, выполняется в Республиканском научно-практическом центре «Мать и дитя». И в случае какого-то подозрения или минимальных клинических проявлений все пациенты обращаются в Центр наследственно-нервно-мышечных заболеваний в РНПЦ «Мать и дитя», где мы им проводим эту диагностику. Спасибо, Ирина Владимировна. Действительно, очень хорошая новость. Знаю, что семьи, которые воспитывают таких деток, очень давно этого ждали. Мы продолжаем наше утро. Беларусь готовится с размахом отметить День независимости. Одна из самых зрелищных локаций на карте праздника – линия Сталина. Там 3 июля пройдет реконструкция событий Великой Отечественной. А именно операция «Багратион», которая стала освободительной для республики. Здесь можно будет также поучаствовать в исторической викторине, попробовать силы в стрельбе, сборке-разборке оружия, метание гранаты. В продолжение темы – репортаж коллег из музея «Другой войны», которая тоже не обошла стороной нашей земли. Все экспонаты этой выставки найдены на территории Мядельского и Поставского районов. В этих местах в марте 1916 года прошло самое крупное и кровопролитное наступление войск России. Более 80 тысяч погибших наших с вами предков, они ушли в забвение. Но это неправильно. Дети этих отцов воевали в Отечественную войну, проливали кровь, а их деда были забыты. Поэтому у нас зародилась идея восстановить эту историческую справедливость. Экспозиция разделена на две части. В одной из них рассказывается о германской армии, а именно 21-м усиленном корпусе. Вторая половина состоит из предметов и личных вещей, принадлежавших воинам 2-й русской армии, базировавшейся в Бутславе. Это у каждого кто-то где-то довоевал. Пускай не в Первую мировую, но в Великой Отечественную. Каждого человека белорусского, каждую семью зацепила война. Мы все опаленные войной. И люди стали приносить, рассказывать, указывать, где были захоронения. Помимо военных артефактов, здесь фотографии деревень, боевых событий, портреты героев Первой мировой, уроженцев Мядельского района. Этой частью выставки местные жители гордятся особо. На одной карточке полный георгиевский кавалер, Ракович Казимир Михайлович. Есть и настоящие раритеты. Уникальный экспонат, который недавно нам передали в памятная и записная книжка русского солдата. Датируется 1908 годом. Именно такую книжку получал каждый солдат русской императорской армии, когда поступал на службу. Это своеобразная азбука или букварь солдата. Именно здесь азы военной науки. И последний раздел этой книги – это именно записная книжка. Пранкевич Михаил, уроженец местечка Кривичи. Особое место занимает книга «Судеб», где усилиями сотрудников военкомата собраны сведения о земляках, которые сражались с неприятелем в ходе Первой мировой. Листая вот этот уникальный экспонат, находят и восстанавливают свои корни, своих родственников, своих дедов, прадедов. Это, получается, преемственность поколений. От малого до великих. Несомненная экспозиция – важное подспорье в патриотическом воспитании молодежи. Сохранять память – дело правое и благородное, встречающее отклик в сердцах людей. Леонид Дубаневич, Владислав Войцехович, телекомпания ВНТВ. Специально для программы «Наше утро». В Гомеле сегодня откроется выставка с говорящим названием «Беларусь. Моя любовь». Реалистичные работы Светланы Батраковой – это живописные пейзажи в технике масляной живописи и графики. А что интересного готовит столица, к выходным узнавала Александра Ашанова. Доброе утро, Саша. Интересуемся культурной программой. Что расскажешь? Доброе утро. В художественной галерее Университет культуры представлена выставка белорусского художника Георгия Михеичка. В экспозиции более ста работ автора в жанре пейзажа. Картины открывают всю привлекательность нашей природы. Правдивые и живые изображения природы Борисовского района автор воплотил в своих этюдных работах, в которых ощущается точность построения композиции и проработанность деталей. Без сомнений, прийти стоит. В своих холстах художник выражает искреннюю любовь к красоте природы родного края. В алмаз знаний можно прийти не только за поиском тишины, участием в лекциях или необходимой литературой. На втором этаже Национальной библиотеки Белоруссии развернулась необычная выставка. Чарли Чаплин, русалки, анималистические образы, неизлюбленные темы автора. Все эти образы живут на полотнах Серафимы Потаповой, каждый раз удивляя своей интерпретацией. Вариативность любимых персонажей сюжета создают новую, богатую нюансами палитру настроений. Если куда сходить и на что посмотреть, наш культурный маршрут проложен до четверга. Красивых вечеров и до встречи! Спасибо, Александр. Спасибо, Саша. С детства обожал Чаплина просто. С удовольствием схожу. С удовольствием. Тем более, если дождик пойдет, самое время как раз взглянуть в галерею. Один из примеров удачной запоминающейся патриотической инициативы «Поезд памяти» продолжает путь по местам боевой славы. Белорусско-российский проект с каждым годом становится масштабнее и охватывает все больше городов. Конечная точка – Москва. Туда состав прибудет 5 июля. Ну а что сейчас на маршруте, расскажет заместитель директора Национального центра художественного творчества детей и молодежи Дмитрий Туронок. Доброе утро, Дмитрий. Доброе утро. Двести детей из четырех стран – Белоруссия, Россия, Армении и Кыргызстана – проехали уже половину пути. Сегодня «Поезд памяти» прибыл в город-герой Волгоград. Основные мероприятия в городе пройдут на Мамаевом кургане, где участники «Поезда памяти» отдадут дань памяти и уважения героям Сталинградской битвы, возложат цветы к вечному огню, посетят музеи и объекты города. Живые эмоции, фотографии и впечатления детей говорят об успешности проекта «Поезд памяти». Спасибо, Дмитрий. Спасибо, Дмитрий. Мы следим за новостями проекта, конечно, и продолжаем свой этап, также связанный с памятью о событиях Великой Отечественной. В нашу программу пришло письмо о подвигах Петра Ивановича Копылова, который родился в деревне Юрсова Пензенской области, окончил Петерговское военное пограничное училище. Во время Великой Отечественной войны принимал участие в боях под Ленинградом и Москвой, сражениях под Тулой и Курской дугой, участвовал в освобождении Бреста, Минска, Гомеля. Был начальником физподготовки стрелкового полка НКВД, награжден Орденом Красного Знамени, Орденом Отечественной войны второй степени, медалью за боевые заслуги, Орденом Красной звезды, медалью за оборону Ленинграда, медалью за оборону Москвы, медалью за победы над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. Петр Копылов отдал службе 25 лет в звании майора, был в 1959 году уволен в запас, а за многолетнюю безукоризненную службу был награжден кортиком. Наше утро, Катерина Алексеевича, Александр Серебренников. У нас есть хорошие новости. Глава государства внес изменения в директиву, которые, если в двух словах, просто упростят людям взаимодействие с госаппаратом. Проще говоря, меньше балакиты, бумажек, подписи, очереди нервов. А если хотите подробнее, смотрите внимательно. Глава государства 13 июня подписал указ номер 172 об изменении директивы президента Республики Беларусь. В документе в новой редакции излагается директива номер 2 от 27 декабря 2006 года о дебюрократизации государственного аппарата и повышении качества обеспечения жизнедеятельности населения. Указ направлен на повышение эффективности работы государственных структур. Новая редакция уже конкретизирует круг лиц, взаимодействующих с государственными органами. И теперь директивы прямо указывают, что порядок касается не только обращений граждан, но и представителей юридических лиц. Значительная часть новелл обновленной директивы касается сферы осуществления административных процедур. Процессы дебюрократизации здесь будут связаны с цифровизацией административных процедур, проведением госорганами работы по их инвентаризации. За время действия директивы стало возможным определить и основные принципы взаимодействия с населением. Это прежде всего заявительный принцип «Облокно», исключающий неоднократное посещение государственного органа заинтересованным лицом и минимизирующие представления, сведения таким лицом, необходимых для совершения административной процедуры. Зазначение этого принципа, как и принципа приоритета учета законных интересов граждан и юридических лиц, состоит в том, что в случае неясной или неурегулированной ситуации, принципы помогают выбрать правильную линию разрешения проблемного вопроса. Помимо уже зарекомендовавших себя форм работы с обращениями граждан и юридических лиц, на руководителей государственных органов по новому документу возложена обязанность по максимально широкому внедрению современных способов обратной связи с населением. Невозможно не отметить этот факт, что первоначальная редакция директивы содержала лишь общее указание на необходимость использования возможностей в сфере информатизации. Новая редакция уже прямо констатирует возможность информационного взаимодействия на платформе общегосударственной автоматизированной информационной системы, что позволяет гражданам и представителям юридических лиц обращаться в электронной форме государственных органов. Таким образом, государство шагает в ногу со временем. И указ направлен в первую очередь на повышение эффективности работы государственных структур с гражданами и юрлицами и роли местных органов власти в разрешении проблем, волнующих население. Вот умеет ли это в Беларуси удивлять? Сначала жара без дождей и засуха, потом грозы, ливни, штурмовые предупреждения. Вот вроде бы и привычно, но всегда опасно. Напомним основой, которую надо знать. Самая большая опасность при грозе – молния. Обычно она бьет в самую высокую точку. Если вы на улице, а укрытия нет, лягте на землю или присядьте в сухую яму, пригнув голову. Держитесь подальше от воды, она отличный проводник тока. Не стоит при непогоде бегать, а также ездить на велосипеде и мотоцикле. Во время грозы эти транспортные средства следует положить и отойти от них на расстоянии 30 метров. Электричество также притягивает молнию, поэтому в грозу автомобилистам следует остановиться, отключить радиоприемник, закрыть окна машины и переждать непогоду. Жителям сельской местности в грозу следует закрыть окна дома, двери, дымоходы и вентиляцию, отключить от сети радио, телевизор и другие электроприборы. Также следует повременить с разговорами по проводному и мобильному телефонам. Если же непогода застала вас на улице и в городе, то лучше всего укрыться в ближайшем здании. Спускаться в подземные переходы и другие глубокие помещения не стоит, нельзя прятаться за остановками, рекламными щитами и под деревьями. Берегите себя и по возможности будьте дома в непогоду. Доброе утро! У нас время разговора с психологом. Сегодня мы разберемся в ситуации, которая, думаю, многим знакома, а писала нам ее Мария из Гродно. Да. Подруга нашей телезрительницы часто подшучивает над ней при других людях, даже старается как-то унизить, хоть и в шутку. Наедине такого нет. На прямой вопрос, что происходит, приятельница говорит, что Мария выдумывает. И вот что делать, как решить вопрос, не разрывая многолетнюю дружбу, узнаем у Павла Загамантовича. Доброе утро, Павел. Доброе утро. Доброе утро. Подшучивайте в ответ. Вот такой вам ответ. Смотрите. Обычно это свойственно мужским компаниям, для женских компаний это в меньшей степени проявляется, но вот, видимо, это как раз ваш случай. О чем речь? О подтрунивании друг на друга. В коллективе считается нормальным, в любом коллективе, считается не внутри коллектива, а как бы исследователями, считается нормальным, если, внимание, все подшучивают над всеми. Для мужских коллективов это особенно ярко выражено, там это постоянно происходит, и это такой способ выразить свою приязнь. И проблема возникает только тогда, когда один подвергается таким насмешкам, а остальных нельзя. Или кого-то одного нельзя. Всех можно, а его нет. Это уже не совсем здоровый коллектив. Это значит, здесь есть какая-то иерархия, уже не очень хорошо, здесь неравные люди. На работе это еще туда-сюда, над шефом не подшутишь. Но все-таки мы говорим про дружбу. Значит, если вы будете шутить в ответ, а ваша подруга будет обижаться, значит, у вас, собственно, нет дружбы. Есть что-то другое. Если вы будете шутить, подкалывать в ответ, а ваша подруга будет нормально к этому относиться, значит, все хорошо. Значит, это просто ее способ показать свое хорошее отношение к вам. Да, вот такой нетипичный способ. Бывает. Но в нем нет ничего плохого. Повторюсь, если это происходит в обе стороны, все нормально. Поэтому попробуйте, подшутите в ответ. Спасибо, Павел. А я проще скажу, если это чаще происходит у мужчин, Мария, может, ваша подруга мужчина? Так, Александр, давайте скажем еще, может быть, про то, что Мария, может быть, не умеет подшучивать. Это тоже искусство. И поэтому ей обидно. В общем, вариантов может быть много, согласитесь. Поэтому, может быть, все-таки Мария мужчина? В общем, присылайте нам свои письма с вопросами нашего Павла Заглантовича электронный адрес утрособаковой.т.бивай Я не думаю, что она мужчина. Кто знает? Только подруга может знать эту тайну. Крокодил не ловится, не растет кокос. Раньше мы думали, что засуха это про Африку и Среднюю Адию. А сегодня видим отчетливое потепление по всем широтам, в том числе и в Беларуси. Да, климат явно меняется. Этот сезон из-за жары уже стал серьезным испытанием для нашего сельского хозяйства. Но система орошения доказала эффективность. Не вчера. И этот опыт удачно использует Беларусь. С мая Беларусь испытывает напрочность засуха. Иссушен 10-сантиметровый верхний слой земли, пересыхают колодцы. Из-за иссушения земель сложно ухаживать за сельскохозяйственными растениями. Рыхлить между рядья на полях, где растут овощи, окучивать картофель, да и зеленым организмам нужен постоянный полив. Что делать в случаях засухи? Это зависит от того, какое хозяйство мы рассматриваем. Если это частное подворье, ну там самое обычное орошение лейкой из водопроводной воды или ближайшего водоема. Очень хорошо помогает мульчирование, то есть покрытие земли, исключающим испарение элементами, то есть, например, опилками, листьями, можно пленкой. А если мы рассматриваем крупные хозяйства, например, такие как совхозы, агрокомбинаты, то там, естественно, такие мероприятия не подойдут. Там уже в первую очередь важен режим питания, то есть, своевременное внесение удобрений, своевременное выполнение обработки земли, которые позволят поймать, так сказать, воду. Однако есть у засухи и плюсы. Она позволяет поддерживать хорошие темпы заготовки кормов, благоприятно для уборки сена. А вот в тех регионах, где уже прошли дожди, важным решением будет внесение удобрений. Удобрения – это обычная наша НПК – азот, фосфор, калий. Что касается регуляторов роста, микроудобрений – это, конечно, тоже важная часть, в том числе, скажем так, преодоление недостаточного количества воды. Но это вторично. В первую очередь, это своевременная обработка земли, своевременный посев, своевременное внесение азота, фосфора, калия. Что касается орошения, как способа борьбы с недостатком воды в сельском хозяйстве, то оно используется в садах, а также при выращивании овощей и ягод. Там, где это экономически эффективно. А вот для зерновых культур и особенно трав орошение невыгодно. Его можно использовать для поддержания культурных пастбищ возле крупных животноводческих предприятий. У орошения главный, безусловный плюс – это возможность преодоления засухи с минимальными потерями, а, возможно, даже и с приобретением дополнительного урожая, поскольку, если воды достаточно, то дополнительный ресурс тепла используется растением именно для наращивания зеленой массы. Но это в обязательном порядке требует высокой агротехники. То есть, опять же, возвращаемся к своевременному выполнению всех земледельческих работ, полное обеспечение питанием, то есть это НПК, ну и желательно, естественно, средства интенсификации, микроудобрения, защита растений, микроэлементы. Климат в Беларуси активно меняется. Глобальное потепление не на пороге, а уже здесь и сейчас. Отсюда и засуха. Ежегодно Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды проводит акцию «Полей дерево, сохрани ему жизнь». Ведь без помощи человека большинство молодых деревьев и кустарников обречены на скорую гибель. Сколько долгожителей в Минске? Приблизительно. Думаю, наверное, под сотню, не меньше, как и лет каждому из них. Ну, я думаю, что где-то рядом. В столице на сегодня 91 долгожитель возрастом старшего века. Кстати, все они получают услуги социальных служб. Это поддержка от государства. И в продолжение темы долгожительства возраст некоторых зверей тоже впечатляет. Оказывается, среди них есть существа, которые могли бы напомнить, не напомнить, а в смысле, вообще помнить, воочию помнить Наполеона. Они просто не хвастаются, но мы кое-что выяснили. Гренландские киты в среднем живут около 40 лет, однако встречаются особи, которые доживают до 200. Кстати, это рекорд среди позвоночных животных. По наблюдениям ученых, гренландские киты растут и развиваются всю свою долгую жизнь. Двустворчатые моллюски-жемчужницы удивляют многих своим долголетием. Ученые выяснили, что эти создания могут жить до 250 лет. Интересно, что после того, как жемчужницам исполняется 100, с каждым последующим годом вероятность их смерти не увеличивается. Однако узнать, с чем это связано, ученым пока не удалось. Гигантские черепахи в среднем живут около 150 лет, однако в естественной среде обитания можно встретить особей и старше. Кстати, самая известная гигантская черепаха Адвайта умерла в 2006 году. На момент смерти ей было около 250 лет. Гренландская полярная акула живет от 270 до 500 лет. Ученые считают, что этот вид растет по сантиметру в год. Специалистам удалось зафиксировать акулу возрастом 502 года, и длина ее туловища была как раз 502 сантиметра. Еще один морской долгожитель – алиутский морской окунь. Максимально зарегистрированный возраст этой особи – 205 лет. Алиутские окуни умирают не от старости, а от продолжительного роста и увеличения массы. Из-за этого у рыб уменьшается скорость передвижения, поэтому они не могут догнать добычу или уплыть от хищника. Утро, 29 июня. Это телеканал ОНТ Катерина Лисеевич, Александр Серебренников. И вот есть занятная тема. Признавайтесь, кто-нибудь узнавал о крестности, глядя кино по телевизору? Вот я неоднократно. Да, потому что Минск – это вообще мека для многих режиссеров. Здесь снято десятки известных картин. Давайте вспомним, в каких фильмах можно увидеть знакомые здания и улицы нашей столицы. Столичный гум в роли коктейль-холла на московском Бродвее. Добро пожаловать в Минск 50-х. Фильм-мюзикл «Стеляги» вышел на большие экраны в 2008-м. Режиссер картины Валерий Тодоровский превратил проспект независимости в шумную московскую улицу Горького. От души поэкспериментировал российский кинорежиссер Эльдар Салаватов. В фильме «Пирамида» наш дворец республики превратился в дом правительства России. Дворец культуры профсоюзов в офис крупного московского банка, а Национальная школа красоты стала телецентром «Останкино». Здание КГБ Беларуси, построенное в 1947 году, прекрасно вписалось в фантастический пейзаж довоенной Москвы, придуманный создателями фильма «Шпион». Любопытно, что вместо бюста Держинского киношники решили поставить напротив «Желтого дома» памятник Пушкину. Режиссер Дмитрий Астрахан снимал в белорусской столице почти все свои картины. Вспомните хотя бы сериал «Зал ожидания». По сюжету действия разворачиваются в Зареченске, но практически все сцены были сняты у нас. К примеру, вокзалом стала станция «Минск-Восточный», а улицы киношного города нашли в различных микрорайонах нашей столицы. Минский цирк не раз становился фоном для действий во многих картинах. В 1965 году прямо на крыше здания по сценарию фильма «Любимая» выясняли отношения будущие народные артисты России Виталий Соломин и Александра Назарова. Многие сцены белорусско-российского проекта «Держись за облака» были сняты на Минской Октябрьской площади. В «Беларусьфильме» вспоминают, что для кадра здесь пришлось посадить вертолет МЧС и запустить салют. Разрешение получали на самом высоком уровне. Доброе утро! У нас хорошая новость. Мы знаем, чем можно заняться на выходных и узнать лучшие рецепты приготовления блюд для пикника. В воскресенье выйдет первый выпуск нашего нового кулинарного шоу «Шеф на даче». О том, как проходила подготовка и чем будет интересно шоу, узнаем у наших гостей. У нас в студии ведущие кулинарного шоу «Шеф на даче» Антон Калейник и Полина Суворова. Так прям, доброе утро! У меня слюнки потекли сразу. Рады видеть! Скоро выходные, и хочется действительно чего-то такого вкусного. Да, вот в ожидании нового сезона проекта «Народный повар» у нас новое кулинарное шоу. Теперь каждое воскресенье мы будем видеть, что, Антон, как ты будешь готовить на открытом воздухе? Как мы будем готовить вместе что-то новое, удивительно интересное. И вроде бы что-то такое похоже, что мы делаем всегда дома, но с новыми нотками, секретами и лайфхаками. На самом деле, я вообще в восторге, что можно столько всего приготовить в мангале. И съесть. Съесть это точно, я не знаю. Сигарет к лету худеет, а я, видимо, к осени запасаюсь. Это какие-то интересные рецепты, авторские какие-то находки, варианты. Что это будет? Что полезного можно подчеркнуть? И авторские рецепты, и авторские находки, и те леофхаки, про которые я делал все тряседоны на Народном Поваре, про ту же соль. Я всем говорю, не солите блюда раньше готовности. Даже на мангале. Даже на мангале. Именно, даже на мангале. И это удивительно вкусно. Скажи. Абсолютно. Я запомнила на всю жизнь. Не солим, не солим, не солим. Полина, Полина, Полина. Зато потом, даже когда ваш шашлык остывает, ну, такое же бывает, да, остыл, он все равно будет сочным. Подождите, для меня это новость. Шашлык мариновать без соли. Без соли, да. Это же интересно. Так что, до вас воскресенье. По поводу Народного Повара. Вы все-таки участница этого мероприятия. Очень неплохая участница. Заявили о себе сейчас свою ведущую уже не менее замечательной программы продолжения Народного Повара. Вот в чем секрет, на ваш взгляд, того же Народного Повара или вот шефа на даче, почему такая популярность есть у телезрителей и такая конкуренция дикая вообще в стране? Я, наверное, пример на себе сделаю. Я никогда не думала, что так можно весело готовить, что готовка может так быть близка, даже когда ты не знаешь, сколько соли добавить, да? Нисколько, уже понял. Что нужно вообще не добавлять ее, что это может быть так весело. И когда я один раз рискнула, узнала о Народном Поваре, подала заявку, и мне говорят, все, мы вас ждем, и мы пришли. Красивый с моим другом Артем Глазуновым. Мы никогда не думали, были студентами. Так говорю, как будто было так давно. А теперь сезон назад. Да, да, да. Абсолютно, абсолютно. Он настолько близок к каждому, опять же, вот на себе, что даже за этим прекрасным деревянным столом на открытом воздухе, что может быть лучше? Речка, птички, солнышко, утро, прекрасный человек рядом. Все у тебя на столе, готовь, радуйся жизни. Мне кажется, всем это так близко, что каждое утро, воскресенье, вы должны смотреть эту программу. Я вас уверяю, что столько рецептов на мангале вы не знали никогда. Сейчас достаем блокнотики и записываем. Отлично. Давай познакомим немножечко наших зрителей с тобой. Все помнят, ты участвовал вместе с Артемом Глазуновым во втором сезоне нашего проекта «Народный повар». Вы тогда не дошли до финала, но тем не менее получили специальный приз от Андрея Абрамова, ездили к нему на фирму. Все помнят, как вы там бегали за коровами, трактором управляли. Вот сейчас ты ведущая. Это твой первый опыт. Ну, на таком шоу, на телеканале ОНТ, да, первый. Как ты отреагировала, когда тебе с таким предложением позвонили? Шутка. Шутка, что на самом деле один раз рискнув, и так все тянется, знаете, ниточкой, ниточкой. Спецприз. Заметили. Ну, абсолютно нужно рисковать. Вот как, да? Вот так тянется. Вот я повторюсь, да? Просто один раз рискнув, к тебе начнутся люди, тебя видят, и мечты сбываются. Придя на кастинг, тебя замечают, и ты начинаешь быть уверен в себе. Ты понимаешь, что вообще я по специальности режиссер эстрады, да? Как бы кажется, это закулисная жизнь, это управление. А здесь нужно говорить, и уже, в принципе, не в принципе, а хорошо выглядеть, тебя видят люди. Ты должна нравиться, потому что народ, народ не обманешь. Искоящиеся глаза, улыбки. Ну, и, конечно же, вкусное блюдо. И вот сейчас самый главный момент, для меня очень важный вообще. Антон, развеете вот сомнения у людей, что лучший повар, это все-таки мужчина? На самом деле, это может быть и женщина, но самое важное в готовке, когда мы стоим у плиты, у мангала, не важно, где мы готовим, это ваше настроение. Если у вас будет настроение, то оно передастся вашим блюду, и все будет идеально вкусно и ярко. Но в проекте все-таки готовишь ты или Полина? Она мне помогает. Она учится режеть зелень пока. Ой, Антон надо мной издевается. У нас прекрасные острые ножи, которым я очень сильно боюсь, они так блестят на солнце, потому что они могут даже загореть. Весь стол в ножах, ты выбираешь, каким ножом. Говорит, Полина, режь зелень. Всегда забирает. Я говорю, ну ты же мне дал нарезать, дай дорезать. Ты медленно это делаешь. Он как начинает, там просто... Все, секунда, все нарезано. У нас такое шоу, такой один большой лайфхак. Вот то, что мы делали на Донопоре, у меня было там 2 минуты звездного часа, в первом сезоне, в втором сезоне. А здесь полчаса, и я все время что-то рассказываю, как глушить. Ну ладно, ладно, давай я тоже секрет расскажу. Давай. С моей части есть бьюти лайфхаки. Есть. Которые Антон не пользует молочко, масочку сделает. Это так, чтобы росли волосы. Я говорю, ну как? Ну не работает, говорю. Должен быть лысым. Ну такая шапочка, можно накрутить, спрятать, все хорошо, столько лайфхаков. И для лица, и для волос. Ну не пользуется человек. Нет, я пользуюсь, не помогает пока. Пока не работает. Ну хоть один, вспомни. Ну для волос. Какой? А, я мылся минералкой. Кстати, да, минералка. Помогло? Нет, на самом деле, это штука реально рабочая. Я про нее знал уже давно, и с этом ранние съемки очень много работы, и чтобы стать тем более свежим, ладоши наливаешь минералку, и вот просто обдеваешь свое лицо, и все класс. Это реально работает. Ну, можно попить? Нет, можно выпить. Минералка должна быть отечественной. Я думаю, что они так и в шоу, наверное, спорят между собой постоянно. Это не правда. Мы хотим уже разделить стол, чтобы у каждого было свой зон ответственности. В этот момент не подгорает ничего, пока вы спорите? Ну, конечно же, я так ногтиками проверяю. Это все хорошо. Я только хотела уточнить, у вас же, ну, прям реальная дача какая-то, вы снимаетесь рядом, живут тоже люди, дачники, это деревня какая-то. Вот какие-то люди к вам заходили, спрашивали, интересовались, можно ли попробовать поучаствовать. Ну, если не люди, только собаки хотят. Нет, под забором. Были, люди говорили, все, все будет, заходить к нам после съемок, приходить и все. Да, это было интересно. Но они не ждали, что у нас есть операторы, у нас там есть гримеры, Полина у нас есть. Все нужно кормить, да, есть дубли, и все кушает по-настоящему. Наши соседи, ну, Антон, у тебя узнают? Конечно. Ну, меня узнают уже, меня узнают, как народоповара. Подожди, говорит, колпак сними, а так узнают. Ну, я скажу, что в магазин я уже раньше девяти не хожу, я хожу попозже, да. Ага, вечерком, да? Да, потому что, у меня был опыт, пошел в магазин в часов 7 и пришел домой в 9, когда у меня магазин находится возле дома, кому-то авокадо подбирал, как выбрать, да, кому-то мясо. Мне так говорят, ну, где ты ходишь? Пошел за молоком. Вот и выходной оказался. Давайте напоминать все-таки, когда выходит шоу. Еще раз, да. Давайте. В это воскресенье в 10.40 утра на телеканале ОНТ «Шеф на даче». Будет интересно, жарко и весело. Очень вкусно, вкусно. Самое главное. Спасибо большое. Ждем с нетерпением. Уже скоро. Да, я напомню, что у нас в гостях были ведущие кулинарного шоу «Шеф на даче» Антон Калейник и Полина Суворова. Пальмы, солнце и песок. Сегодня Международный день тропиков. Ну, дата скорее не праздничная, тревожная. Самая комфортная по климату зоне планеты до сих пор бедность, антисанитария и преступность. Регионы, которые могли бы кормить всю планету, используются для выкачивания ресурса без вложений, но ситуация меняется. На смену колонизаторам приходят партнеры. Эту тему мы раскроем в других эфирах, но пока еще один прогноз. 29 июня. 11 и 12 лунные сутки. Любая помощь тем, кто рядом и тем, кто случайно оказался на вашей дороге, сегодня будет полезной. Для стрижки и окрашивания день благоприятный, а от манипуляций с ногтями лучше отказаться. На 12 лунные сутки в организме нарушается водный баланс, может на пустом месте возникнуть обезвоживание. Поэтому пейте больше жидкости, в том числе зеленый чай и соки. Небольшие геомагнитные возмущения. Два балла. И не забывайте, человек здоров настолько, насколько он этого хочет. Доброе утро. В эфире «Наше утро». И как говорит Катерина Олисеевич, я такое в эфир не надену, но почему бы не рассказать о новых тенденциях моде? То есть я не надену, да? Ну, конечно. Вот, Александр, вот если бы вы такое надели, наши рейтинги вы точно зашкаливали. Я и не такое надевал, просто никто об этом не знает. Ну, не в эфирже, да? О тайцах. О тайцах я сегодня расскажу. Это разновидность спортивных штанов поисканий с компрессионными вставками. Они обтягивают ноги, обеспечивая гибкость и свободу движения спортсменов. Но я так предполагаю, что в спортивном прошлом... Шорты надевал. Вот тайцы нет. Даже в спортивном прошлом не было такого. Не было такого. Не было такого. Ну, тогда рассказывай дальше. Изначально тайцы были изобретены для занятий бегом, но потом их начали использовать и в фитнесе. Особенно они полюбились поклонникам кроссфита и единоборств. Угу. Удобно. Я говорю, когда я завязал со спортом, такого еще не было изобретения. Может быть, было что-то похожее, просто не тайцами называлось. Ну, почтальники назывались это, в общем, да. Все просто. На самом деле, по сути, это часть экипировки, которая не нуждается в дополнениях. Они созданы для того, чтобы максимально комфортно тренироваться и двигаться. Но некоторые стесняются от тягивающих вещей, поэтому надевают поверх шорты. Оба варианта считаются приемлемыми. Вот такой я видела частенько. Ну, если вот шорты надеть, кстати, есть такой вариант по даче ходить. Неплохо было бы очень. Но, боюсь, все-таки соседи распугают. Хотя соседи не в таком ходят. И в эфир можно уже эти шорты поверх. Да? Да. Продолжаем. Попробуем. Наше утро. ОНТ. 29 июня. Мы в преддверии большого праздника. Многие темы сегодня созвучны с предстоящим днем независимости. Адреса Победа. Необычная акция связана с подвигом известной партизанской бригады «Разгром». Акцию проводит наша дип-миссия при поддержке российской. Суть проста и благородна. Объединиться для восстановления разрушенного памятника партизанам в урочище Стриева под Минском. Для участия примут дипломаты из многих стран мира сегодня в дип-сервис-холле важная встреча. Итоги, которые мы скоро увидим воочию. Она не случайно пройдет в день начала Минской наступательной операции 1944 года. О ней наш следующий материал. Белорусская наступательная операция «Багратион», начатая советскими войсками 13 июня 1944 года, навсегда войдет в историю как одна из крупнейших стратегических наступательных кампаний Великой Отечественной войны. Ее главной целью был разгром группы немецких армий «Центр» и «Освобождение республики». Всего для участия в операции было задействовано 2 миллиона 400 тысяч человек, более 5 тысяч танков и самоходных артиллерийских установок, почти 5,5 тысяч самолетов, 36 тысяч орудий и минометов. Это был рекорд. Фашисты терпели катастрофическое поражение. Гитлер был в ярости и 28 июня он снял с должности начальника командования группы «Армий Центр» генерал-фельдмаршала Эрнста Буша и назначил на его место генерал-фельдмаршала Вальтера Моделя, который решил организовать оборону восточнее Минска. Сил все равно не хватало. Красная армия продолжала свое планомерное наступление и двигалась в направлении Минска, Слуцка и Молодечно. Определяющие сражения развернулись в полосе наступления 3-го Белорусского фронта на реке Березине в районе Борисова. В ночь на 1 июля к 3 часам Красная армия ворвалась в Борисов и освободила город. В этот день также были освобождены Бегомские, Шарковщинские, Грецкие районы, 2 июля, Плисские, Докшинские, Старобинские, Смолевические, Логойские, Червинские, Куренецкие и Столбцовские. В ходе Минской операции войска 2-го и 1-го белорусских фронтов освободили от немецко-фашистских захватчиков Червень и Столбцы. Огромный вклад внесли и партизаны, которые наносили удары по коммуникациям противника, срывали подвоз подкреплений, вооружения и боеприпасов к линии фронта организовывали засады. Свою особую роль сыграли и танковые войска. 4-я гвардейская танковая бригада подполковника Олега Лосика, входившая во 2-й гвардейский танковый корпус, совершая рейд по лесам и болотам в тылу противника, опередила главные силы отступающих гитлеровцев более чем на 100 километров. И в ночь на 3-е июля ворвалась в городские окраины столицы. И вскоре танковые войска совместно с войсками Белорусского фронта начали отбивать у гитлеровцев квартал за кварталом. И поздно вечером 3-го июля 1944-го года Минск был освобожден. А в Москве был дан салют 24-мя артиллерийскими залпами из 324 орудий. Разгром немецко-фашистских войск на территории нашей страны стал одной из важнейших битв Второй мировой и Великой Отечественной войны. Многие историки утверждают, что это стало окончательным поражением нацистов. Ведь летом 1944-го года потери противника были больше даже, чем под Сталинградом. И сегодня каждому из нас как никогда важно помнить, что ради нашего будущего, суверенитета и независимости на алтарь той великой победы свою жизнь положил каждый третий беларус. Доброе утро! В преддверии большого праздника у нас есть интересная тема для разговора с гостями программы День независимости. Время подвести некоторые итоги, пусть и промежуточные. Вот о достижениях и новых возможностях поговорим с политологом. Это Петр Петровский. Я думаю, что вы наверняка его уже видели на ОНТ. Александр с ним побеседует. Петр Сергеевич, доброе утро! Доброе! Для начала позвольте поздравить вас с наступающим праздником, наверное, самым главным государственным праздником в нашей стране с Днем независимости в Беларуси. Но все-таки какие основные достижения суверенного периода существования нашей страны вы можете отметить? Наверное, самое главное достижение, что мы суверенная страна не на бумаге в реальности. Потому что есть такое выражение failed state, несостоявшееся государство. И, наверное, именно Республика Беларусь, благодаря тому, что мы не ломали ничего с плеча, а наоборот, мы ту систему, которая была, приспособили к новым условиям, сохранили нашу промышленность, наш сельскохозяйственный потенциал. Более того, мы их развили. И как результат мы целостно сохранились и развиваемся как один из примеров, лучших примеров на подсоветском пространстве. Более того, почему в отношении нас такой агрессивный взгляд со стороны элит Запада, потому что мы европейское государство, которое демонстрирует альтернативу развития многим другим европейским странам. И те же самые позиционные депутаты Европарламента, я знаю, многие приезжали инкогнито в Беларусь посмотреть, что это за такая кровавая диктатура, когда оказывались, они понимали, что это реальная альтернатива, что это реальное социальное государство, это реальное общество, где нету такого разницы между богатыми и бедными, где социальные услуги доступны, и, наверное, самое главное, где нету проблем миграции, национализма, того, что является сегодня бичом, где имеются традиционные ценности, и они сохраняются, и развивается семья, союз мужчины и женщины, а то, что сегодня имеет место быть дефицитом в других странах. А с постсоветского пространства это, конечно, стабильность, это наша инфраструктура, это чистота, а что такое чистота? Это уход за своим домом, как говорится, вот, это безопасность, все, в отличие от парижан, которые могут попасть не в благополучный район, или там берлинцев, белорусы, знают прекрасно, что в Минске, в Гродно, в Могилеве, Гомеле, во всех районах обеспечивается безопасность. Да, но вот тем не менее, сейчас происходит в мире просто невероятные вещи, искажаются абсолютно исторические факты, идет реабилитация нацизма, фашизма, а в то же время Беларусь понесла колоссальные потери во времена Второй мировой войны от фашистской Германии, ее пособников. Что необходимо делать сейчас, чтобы не допустить вот этой реабилитации нацизма? Многие говорят, что на Западе плохо с исторической памятью. Мне лично складывается впечатление, что с ней очень даже хорошо, только люди выбрали другую сторону. Ну, давайте согласимся, когда полк Азов просто берет и откуда-то из архивов вытаскивает нацистские символы, находит их, объявляет себя именем Бандеры, Шухевича и прочее. То есть люди на самом-то деле копаются в истории, понимают историю, но выбирают условно не тех партизан, ни Ковпака, ни сопротивления во Франции, либо Красную Капеллу в Германии, а выбирают реально нацистов. И это ценностный подход. Вот у них нету Дня Победы, у них День Примирения, то есть давайте прямо называться с кем примирение, с кем можно в этот день примиряться, с теми, кто оказался на Нюрнбергском процессе, кто были преступниками на этом процессе. Второй момент, давайте вспомним слова европейского главного дипломата Борреля, который разделил Милл на сад и джунгли, а современные философы, историки уже давно пришли к выводу, что откуда берется корни фашизма с политики империализма, с политики колониализма Британской империи еще, английские корни немецкого фашизма, известная монография. И тогда как раз мы помним образ Маугли, который для нас, людей, которые выросли на советских мультиках, это такой добрый образ, а в 19 веке это был символ недолюдей из колоний, когда в Великобритании называли ирландцев белыми обезьянами. И вот это разная философия, философия победы, ценности победы в Великой Отечественной Второй Мировой войне, они на чем основаны? Они как раз основаны на том, что не должно быть дискриминациями ни по расовому, ни по этническому, ни по религиозному принципу, то есть дружба народа. Второй момент, не должно быть дискриминации государства государством, народа народом. Третий момент, все-таки общество социальной справедливости. Надо не забывать, что на Западе после 1945 года возникла страховая, но все-таки более доступная медицина, образование бесплатное, и в конце концов избирательное право женщинам, например, в Швейцарии в 1984 году дало и то под нажимом определенных политических сил. То есть вот ценности победы в Великой Отечественной войне, и они сегодня намного актуальнее, нежели когда бы это ни было. События 3 июля в истории, что они для вас? Наверное, для меня это самое главное, то, что мои прадеды погибли не просто так, что они погибли за свободу моей Родины. Вот у меня один из прадедов, украинец по национальности Иван Мазепа погиб на Западной Украине, освобождая Западную Украину и погиб от рук как раз местных вот этих бандеровских банк. То есть практически уже после войны? Ну, не практически, в момент освобождения, когда там зверствовала СС Галичина. Вот что это. Это второй момент, это освобождение моих бабушек и дедушек, которые находились под оккупацией, которые жили в землянках и которые страдали от тех зверств, которые здесь производили фашисты, их пособники. Вот что это такое. Это с одной стороны и такой факел победы, а с другой стороны горечь и за тех, кто не смог пережить это. Но находился по нашу сторону, как говорится, баррикады борьбы. Вот что самое главное для нас. Потому что мы сегодня живем в свободном, независимом, суверенном государстве. И именно благодаря подвигу наших предков мы это сегодня можем делать. Огромное вам спасибо, Петр Сергеевич. Доступно, понятно, в общем-то по пунктам все разложили. Я хочу от себя добавить, вы знаете, к своему стыду я своего деда неплохо знал, но когда он доставал челюсти, я не вдавался в подробности, думал это от старости. А на самом-то деле это был выстрел эсэсовца прямо ему в лицо и вынесло просто две челюсти. И только лишь к своему совершеннолетию, когда появились архивы, когда появился интернет, я смог узнать, что оказывается он тоже воевал и воевал серьезно и был награжден дважды звездой красной. Но вот к своему стыду я раньше этого не узнал. Но я всегда с уважением относился к ветеранам. Я очень надеюсь, что мои дети и внуки точно так же будут к этому относиться. Спасибо вам огромное еще раз. Я хочу напомнить, что у нас в гостях был политолог Петр Петровский. Субтитры создавал DimaTorzok Карты в хронологической последовательности отражают преобразование и социально-экономическое развитие государства. Это 70 страниц с полноцветными картами, иллюстрациями, историческими сведениями и практическими заданиями. Самых первых шагов населения на нашей территории в направлении формирования политических каких-то структур вот они уже отражены на карте. То есть это период расселения славян на территории Беларуси, формирование первых союзов племен и далее последовательно рассматриваются исторические формы белорусской государственности. Первое княжество древнерусской эпохи, Полоцкое княжество, Туровское княжество, но мы этим, конечно, не ограничиваемся. Сейчас электронную версию Атласа опробируют в вузах. Планируется, что печатный вариант выйдет в свет к следующему учебному году. Совсем скоро в Беларуси стартует вступительная кампания. Абитуриенты со всей страны уже начали выбирать свои будущие профессии. Стандарты и контроль качества всегда в топе у выпускников. Где получить востребованную специальность и какие перспективы открываются после? Смотрите далее. Белорусские товары давно зарекомендовали себя как бренд качества. Постоянно поддерживать эту марку помогает Национальный институт по стандартизации Белгис. Здесь разрабатывают стандарты для многих видов продукции. Проводят ее испытания. Белгис – это такая микромодель реального сектора экономики Республики Беларусь. Мы работаем со всеми отраслями. У нас есть специалисты по всем отраслям. Мы оказываем огромное количество услуг. Это где-то порядка 50 направлений. И, соответственно, человек, который работает в Белгис, и вдруг по какой-то причине, допустим, ему неуютно в каком-то направлении деятельности, скажем там, в стандартизации, то он может заняться вопросами испытаний, вопросами сертификации, вопросами измерений, производства. То есть сфера деятельности настолько широкая, что можно стать от специалиста такого теоретического, научного до специалиста практика, скажем, айтишника. В Белгис функционирует современный испытательный центр. Один из крупнейших в СНГ, а по некоторым видам работ ему нет равных даже в странах дальнего зарубежья. Ежегодно здесь проводится около 6 тысяч испытаний электротехники, оборудования, транспортных средств, по итогам которых принимается решение о выдаче сертификатов. Еще одна гордость института радиобезэховая камера. Ее возможности и оснащенность уникальны не только для нашей страны, но и на всем постсоветском пространстве. Высокоточное оборудование и приборы позволяют проводить испытания в соответствии с современными тенденциями в области электромагнитной совместимости. Если говорить просто, то мы занимаемся всем тем, что касается безопасности, качества продукции, качества услуг. Мы разрабатываем стандарты, стандарты, которые позволяют эффективно развиваться нашей экономике, нашим предприятиям, осваивать новые виды продукции, выпускать новую продукцию. Безусловно, свое дальнейшее развитие институт связывает с молодежью, поэтому ей большое внимание еще со студенческой скамьи. Сегодня пятая часть коллектива – это молодые специалисты до 31 года. Ежегодно сюда приходят по распределению полтора десятка выпускников. Я горжусь, что моим первым местом работы стал именно Национальный институт по стандартизации. Каждый день я занимаюсь с лучшими руководителями, которые стали для меня наставниками и постоянно помогают мне становиться лучшей в моей профессии. На данный момент я являюсь председателем Совета молодежи Белгиз и могу сказать, что это одно из лучших мест для молодого специалиста, ведь у нас очень активная и интересная жизнь. Наши предложения всегда находят отклик у высшего руководства и поддерживаются нашим коллективом. Несколько лет я проработала на предприятии непосредственно в конструкторском отделе и потом я попала на работу сюда в институт по стандартизации. Я начала работать с самой низкой ступеньки с инженера постепенно, год за годом. Да, я двигалась. Сначала инженер по стандартизации, потом, учитывая, что в институте очень много разных направлений, я меняла направление деятельности, я занималась сертификацией, я занималась написанием методических документов, я занималась написанием актов законодательства, я проверяла работу органов по сертификации, постепенно, ну, как говорится, шаг за шагом росла, и вот теперь я работаю заместителем директора. Основная кузница кадров в области стандартизации, метрологии и менеджмента качества в стране – профильная кафедра приборостроительного факультета Белорусского национального технического университета. Большое количество ее выпускников трудится сейчас в Белгис, в Госстандарте и других его организациях. Занимают также высокие должности и в рамках евразийской интеграции. Эта специальность одна из самых востребованных в Республике Беларусь. Ежегодно потребности страны в два с половиной раза превышают то количество выпускников, которые покидают стены Альма-Матери. Мы ежегодно выпускаем 25 студентов дневной формы обучения, а вот в то время как писем от предприятий и заказчиков у нас приходит в два, в два с половиной раза больше. Кто наши потребители? Наши потребители это организации самых разных форм деятельности, размеров и ориентаций. Кроме предприятий машиностроительного профиля выпускники специальности работают в IT-компаниях, банках, исследовательских центрах, лабораториях, консалтинговых фирмах. Кафедра постоянно входит в рейтинг 10 лучших в БНТУ. В процессе обучения студенты получают полноценное базовое техническое образование, хорошее специальное, а также углубленное знание в области информационных технологий и иностранных языков. На парах мы занимаемся конкретным изучением всех методических пособий, которые нам даны, методы, контроля, прочее, прочее, прочее. Помимо этого изучаем также это все на практике. Преподаватели стараются, чтобы нам было все понятно. Помимо этого на практике показывают, как это правильно сделать, дают, естественно, попробовать и уже на практике выявляют какие-то наши ошибки и стараются их исправить. Мне нравятся буквально все дисциплины, особенно, которые связаны с моей специальностью уже напрямую. Перспективы я вижу достаточные, так как по своей специальности я могу работать как инженером-метрологом, инженером-стандартизатором, инженером по качеству. У меня масса вариантов выбора, куда же мне пойти на отработку и в дальнейшем остаться на работу. Заботясь о молодой смене компетентных и творческих специалистов, с 2007 года госстандартом совместно с Министерством образования проводится конкурс «Лучшая дипломная и научно-исследовательская работа студентов в области менеджмента и контроля качества». Активное участие в нем позволяет студентам раскрыть свои возможности, реализовать свои идеи в интересах общества и государства. Тема моей дипломной работы это рабастность в производственной сфере. В производственных процессах она была нацелена на то, чтобы показать и выяснить, как влияет изменение самого технологического процесса, процесса метрологических измерений и вообще любых процессов на выход в итоге как продукта, как и какой-то услуги, как и какой-то работы. Большое внимание в Белгис уделяется созданию современных и комфортных условий труда. Институт живет активной социальной жизнью. В планах дружного коллектива работать над новыми стандартами, технологиями работы с промышленностью и бизнесом, наращивать технический потенциал. Кондуктор не спешит, кондуктор понимает, что пассажир получает правовую консультацию. К одним независимости на Минском вокзале стартовал проект «Правовой экспресс». Нотариусы дают ответы на любые юридические вопросы. Почему там? Да потому что место оживленное. О чем спрашивают? Сейчас узнаем. «Правовой экспресс» – акция по бесплатному правовому консультированию граждан при участии Белорусской Нотариальной Палаты и Белорусского Союза Женщин. Отправной точкой проекта стала железнодорожная станция «Минск-Пассажирский». Здесь нотариусы и специалисты системы юстиции рассказали людям о нюансах заключения брачного договора, возможном разделе имущества, важности оформления долгов и не только. «Замечательная возможность получить бесплатную консультацию нотариуса, потому что, к сожалению, в будни, в рабочие дни не всегда есть время попосетить нотариальную контору. Сейчас летний период, период отпусков, и мне было интересно вопросы выезда ребенка за пределы Республики Беларусь, и еще также у меня был вопрос по наследству. И, в общем-то, мне все подробно разъяснили, и даже я теперь имею представление, какие мои дальнейшие действия». Витебс, Гомель, Могилев, Гродно, Брест, Правовой экспресс уже курсируют по областным центрам. Нотариусы не отказывают в консультировании и пассажирам поезда, которые перевозят команду специалистов. «Интересует возможность отчуждения недвижимости, в том числе приобретенной с государственной поддержкой, потому что там есть особенности. Интересует также, как составить завещание таким образом, чтобы наследники не поругались между собой после ухода из жизни наследодателя». Это те вопросы, которые задают непосредственно нотариусам. Также к нашей акции, как я уже сказала, присоединились представители Министерства юстиции. Это специалисты, которые, например, работают в области принудительного исполнения, к ним тоже подходят и задают вопросы, связанные с непосредственной деятельностью. Также представители, которые занимаются административными процедурами, методическим руководством деятельности одного окна, очень-очень много вопросов. Задавались вопросы по признанию человека безвестно отсутствующим или погибшим в определенный период. Завершится проект на патриотической ноте. 1 июля на мемориальном комплексе Курганславы возложат цветы и венок, переплетенный рушником единства. Льняное полотно более 5 метров в длину сплетут за время следования. Отличный день по энергетике, радостный по настроению, важный в истории. Мы в преддверии большого праздника, который берет начало сегодня. Старт Минской наступательной операции 79 лет назад привел к полному освобождению нашей земли от захватчиков, а в итоге к суверенитету и независимости, которую мы имеем сегодня и будем сохранять. Ну и пока желаем сохранять бодрость и духа и не забывайте в понедельник мы готовим особую программу «Не пропустите». С вами был Екатерина Алексеевич, Александр Серебренников. Скоро увидимся. Пока-пока. Удачи. Субтитры создавал DimaTorzok